Подробнее эту тему буду обсуждать с Константином Скоркиным, это независимый журналист и политолог. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу к Пригожину, знаете, это один из главных факторов сейчас ЧВК Вагнер. Буквально месяц тому назад появилась информация о том, что он хочет уйти из Украины официально, ну и перебросить вагнеровцев в Африку, точнее переключить свое внимание больше на Африку, потому что, по сути, ЧВК Вагнер с континента никуда и не уходили, и там они присутствовали все время. Но вот в середине апреля уже появилась информация о том, что глава ЧВК Вагнер предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми. То есть, о чем я? С одной стороны, якобы его попытались отодвинуть, и он попытался сконцентрироваться на африканском континенте, с другой стороны, он через какое-то время снова делает какие-то заявления по Украине. И я делаю из этого вывод, что, наверное, не так далеко отодвинули, а сейчас продвигают какие-то нарративы через него, которые касаются непосредственно войны против независимого государства Украина. Вот как понимать, где сейчас Пригожин и что глобально Вагнер представляет для Кремля в плане его интересов, как и в Украине, так и на африканском континенте? Пригожин сейчас везде. В буквальном смысле, прежде всего, с помощью медийного присутствия. Все время сейчас тема ЧВК заслоняет второе его детище, это фабрику троллей, и его медиахолдинг. И вот, собственно, с помощью вот этих медиаресурсов, которые он наращивал последние годы, он сейчас создает такую иллюзию своей вездесущести, что он и в Африке, он и в Украине, он, значит, какие-то там вопросы лоббирует и в Москве, и, в общем, он повсюду такой всемогущий и незаменимый. Но это, конечно, в некоторой мере тот образ, который он стремится сам создать, чем это есть в реальности на самом деле. То есть, безусловно, за последние годы он вырос в серьезного игрока, по сравнению с тем, что было до 2022 года. То есть, он шел, конечно, его внутриэлитный тренд, так сказать, в рамках российской элиты, он был восходящий, но, конечно, после начала полномасштабного вторжения в Украину он стал уже такой серьезной фигурой, от которой серьезно говорили. Но все равно это далеко от этого всемогущего образа, который он сам себе создает. К этому, может быть, вернемся позже, но теперь, собственно, к Африке вернемся. То есть, сейчас у него, сейчас, да, вот эти два приоритетных проекта, это вот эти такие геоколониальные российские эксперименты на Африканском континенте, ну и, собственно, продолжается его деятельность, его наемников, собственно, на линии фронта в Украине. То есть, тут сейчас, разумеется, Африка отошла несколько на второй план, но в то же время она не уходит совсем, потому что это важный элемент сейчас внешней политики России, направления Азии и Африка, потому что сейчас Путин неоднократно в своих публичных заявлениях говорил о том, что он против западного неоколониализма, что он, значит, такой вот борец за свободу народов Азии и Африки. И поэтому, значит, сейчас, собственно, ну и, собственно, партия сказала надо, Приможин ответил к действию. Собственно, Приможин продолжает вот эту, качать эту тему на континенте российского там присутствия. Но тут как бы очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, что он касается вообще, в принципе, всей российской политики, которая вся построена на совершенно абсурдных противоречиях. То есть, с одной стороны, представителям Кремля и, в частности, Приможину, как-то сказать, исполнителям этой политики, они одновременно пытаются воплотить два противоположных тренда. То есть, с одной стороны, они, конечно же, пытаются косплеить СССР, который проводил свою экспансию на всех континентах в рамках глобального противостояния с Соединёнными Штатами, НАТО, с коллективным Западом. То есть, они сейчас пытаются эту модель воспроизвести. Когда было множество дружественных к Советскому Союзу режимов, в том числе и на африканском континенте, которые в результате национально-освободительной борьбы добивались своей независимости, и объявляли о том, что они будут строить социализм. И, соответственно, они становились союзниками СССР. А второй тренд противоположный. Это желание поиграть в таких колонизаторов, конкистадоров, завоевателей, в таких великих белых людей, которые заменяют прежних колонизаторов, новые, более молодые, сильные, агрессивные, как они себя пытаются мынить такими. И получается парадокс, да, то есть Советский Союз в свое время этих союзников, которых он приобретал, но все-таки стоит признать, что он туда больше вкладывал, чем получался. Он получал политическую лояльность и союзников в глобальном противостоянии со Штатами, но взамен туда вваливалась куча ресурсов. То есть СССР строил там промышленные объекты, прислал своих специалистов, школы, больницы строил, то есть больше отдавался. Ради своего геополитического, разумеется, не как бы не из доброты к этим народам, но из-за своих геополитических интересов. А колониализм сейчас состоит, наоборот, в выкачивании ресурсов с захваченной территории. Получается, как бы такая шизофрения очередная. То есть Россия одновременно хочет геополитического величия и союзников, и в то же время хочет выкачивать ресурсы, как бы ничего особенно туда не вкладывая, ограничиваясь контингентами наемников, которые там, ну прямо скажем, плохо обходятся с местным населением, потому что уже были эти обвинения в убийстве, пытках, изнасилованиях местных со стороны вагнеровских наемников. Соответственно, они ведут себя как такие брутальные колонизаторы, при этом без какой-либо цивилизаторской миссии, которую колонизаторы обычно себе оправдывали, что мы вот приносим там свет цивилизации. Здесь даже такого прикрытия никакого нет. Просто тупо там захватывать месторождение, поддерживать местного кого-то диктатора, который это там позволяет делать, за то, что ему дают, наемники его охраняют, грубо говоря, от своего собственного же народа. То есть вот такая вот ситуация. То есть это вот то, что характерно для российской политики, вот такая вообще тотальная шизофрения. То есть полная противоречия и попытка реализовывать какие-то совершенно противоположные вещи, причем одновременно. Ну то есть такая схема, штыки за алмазы и золото, да, получается? Ну, практически так, да. Смотрите, еще важный момент. Вот вы сказали о коллективном Западе, да, вспомнили о противостоянии. Кстати, многие не любят этот термин. Ну, с Западом, с Соединенными Штатами в первую очередь. В Центрально-Африканской Республике возможен конфликт интересов между Россией и Китаем. Так считают обозреватели издания «Голос Америки». Пекин, как и Москва, тоже заинтересованы в добыче ресурсов на африканском континенте. Но с появлением там вагнеровцев китайским бизнесменам пришлось увеличить охрану своих предприятий. В частности, таким мерам привело нападение на шахту по добыче золота, который управляет как раз китайцы. Были убиты 9 китайских сотрудников и двое ранены. И сразу несколько аналитиков уверены, что это дело рук вагнеровцев. Но местная власть и оппозиция немедленно обвинили в происшествии друг друга. И как раз это помогло вагнеровцам уйти от обвинений. Временно, я думаю, помогло. То есть, смотрите, насколько я понимаю, сейчас происходит противостояние уже не между Советским Союзом тирой Россией и США, а между Россией и Китаем за влияние на африканском континенте. Руками... Ну, Китай же тоже действует при помощи разных компаний. Соответственно, здесь, с одной стороны, ЧВК Вагнер, с другой стороны, китайские интересы. Вот это противостояние, оно уже все более плохо скрываемо на континенте. Ну, надо сказать, что Китай как раз старается действовать в русле вот этой старой советской традиции такого завуалированного колониализма, когда они все-таки тоже делают какие-то, реализовывают инфраструктурные проекты какие-то на тех территориях, куда они осуществляются экспансии. То есть, не только забирают, но и как бы строят. Понятно, что страны там, они стремятся, все эти льготные кредиты от Китая и все эти стройки, они как бы приводят к тому, что страна попадает в полную сферу зависимости от Китая, становится ее должником и так далее. Ну, то есть, понятное дело, что тоже делается это все абсолютно в корыстных и колонизаторских целях, как бы, но, по крайней мере, здесь вот Китай, это все-таки в этом плане наследник СССР, в отличие от России, которая занимается более, реализовывает более хищническую модель. Ну, и разумеется, их столкновение неизбежно, потому что, да, действительно интересы пересекаются и сегодня, да, вот уже, собственно, помимо таких стран, которые сохраняют, да, свое влияние на свои бывшие колонии, ну, прежде всего, это там Франция, да, добавляется вот этот большой, давно, ну, вернее, уже добавился достаточно давно, вот этот такой игрок, как Китай, да, который усиливает. И поэтому столкновение у с Россией абсолютно неизбежно, и вот уже этот инцидент, которым обвиняют вагмеровцу, это такой первый сигнал, дальше, я думаю, это противостояние будет нарастать, потому что, как бы, ну, это такое вот прямо классическое, прям просто можно какую-то, брать какие-то старые советские книжки, да, там про империализм, смотреть, империалистические противоречия нарастают во время раздела колоний на африканском континенте. Просто мы вот очень, как раз вот, собственно, российская политика, ну, и китайская в том числе, в некоторой мере, способствует тому, чтобы мы возвращаемся к какой-то очень архаичной политике, да, то есть казалось бы, что эта страница с вот этими всеми противоречиями, так называемых, великих держав, да, которые пытаются делить какие-то третьи страны, да, более слабые, это все уже какое-то прошлое, да, от которого все отказались, все постарались его забыть, но, как мы видим, что это все актуализируется в нашем сегодняшнем дне, к сожалению. А как раз, я просто не могу не упомянуть в этой связи с Африкой, не могу не упомянуть Францию, буквально еще в начале марта Макрон заявил об окончании эпохи французской Африки, теперь Париж будет выступать в роли нейтрального собеседника, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда он как раз находился в Габоне в рамках четырехдневного турне по континенту, ну, то есть, по сути, Франция выходит из Африки, потому что не хочет дальше ассоциироваться с колониализмом, да, что часто использует, кстати, Россия в своих нарративах, и в Африке тоже говорят, что, а, вот они колониалисты, они нас все время эксплуатировали, но в то же время, буквально последний аспект, прошлым летом Макрон, я даже нашел эту цитату, обвинил Россию в гибридном присутствии в Африке за счет развития пропаганды, за счет вмешательства вагнеровцев. Где логика? Зачем тогда выходить с континента глобальной, теперь нейтральный собеседник, да, если святое место пусто не бывает, заходит туда Вагнер, и Россия начинает колонизировать Африку. Вы же не колонизируете, объясняйте тогда, что защищаем ваши интересы, в первую очередь. Ну, тут, как мне кажется, с Францией достаточно сложная тема, потому что есть большая дискуссия внутри самой страны, вообще, в принципе, во всех странах, которые в прошлом были, обладали колониальным империям, и сегодня очень остро обсуждается эта тема, переосмысляется прошлое, поэтому со стороны общества есть определенное давление на правительство в сторону отказа, да, вот от каких-то неоколониальных практик, то есть тут, как бы, в мире происходят очень противоположные тренды, да, то есть, с одной стороны, вот, например, Россия себя накачивается имперским величием, да, мечтает о завоеваниях, о каких-то походах, приобретении колоний, то есть вернулась вообще куда-то в начало 20 века, да, в эпоху империализма, вот, в эпоху гонки за разделом оставшихся каких-то незанятых мест, которые в итоге привели, кстати, к Первой мировой войне, а Запад-то идет вперед, и европейские страны оценивают негативно свое колониальное прошлое, стремятся максимально как-то компенсировать колонизируемым народам ту несправедливость, которая была к ним в свое время применена, которая несправедливость, к которым была причинена, и, соответственно, поэтому есть во Франции такие проблемы, есть нежелание, да, вот продолжать какие-то неоколониальные практики, которые так в завуалированном виде, они все равно, конечно же, существовали в виде какого-то экономического контроля, присутствия тоже каких-то парамилитарных подразделений, как бы, то есть на самом деле же сегодня там Приможен, можно сказать, а я же действую так, как там 50 лет назад действовали французы в Африке, да, вот, но в том-то и дело, что Франция идет вперед, а Россия, наоборот, возвращается в прошлое, поэтому во Франции это сложный вопрос, да, то есть они прекрасно, я думаю, в Париже понимают, что если они будут действительно сворачиваться, все свои проекты, как бы, будут сворачивать в Африке, то их место постараются занять русские и китайцы, и поэтому, как мне кажется, сложно сказать, насколько этот выход, он, ну, как бы, действительно будет реализован, но, скажем так, в Европе отношение к неоколониальным практикам негативное, и поэтому, ну, как бы, это, я думаю, этим объясняется, стремление Франции, по крайней мере, на уровне публичной риторики, постараться от всего этого отмежеваться, вот, ну, сложная, да, сложная ситуация, то есть как быть в этой ситуации, действительно, когда, как бы, страны Запада, скажем так, сдают, да, эти свои позиции, потому что они отказываются от таких практик, от такого прошлого, да, которое у них было, в то время как агрессивные авторитарные державы как раз этим пользуются и захватывают свое влияние на континенте, то есть какой найти здесь новый механизм сдерживания вот этих авторитарных, при этом не возвращаясь в прошлое, да, и не занимаясь вот этими разделами зон влияния и превращения стран в марионетки, независимых, свободных стран в свои марионетки, ну, то есть, не знаю, это какой-то новый вызов для мировой политики, кстати, который, мне кажется, пока еще не очень осмыслен. И, знаете, я еще бы хотел поговорить о деньгах, потому что, ну, когда говорим Пригожин, сразу вспоминаем о том, что он зарабатывает. В первую очередь, вначале такая информация, что война в Украине стала невыгодной Пригожину, он теряет на ней деньги, так считает военный эксперт Евгений Дикий, а вот военные операции в Африке как раз наоборот приносят прибыль, но наемников, которые заключают соглашение с ЧВК Вагнер, становится все меньше, они гибнут в Украине, а у тех, кому удалось выжить, заканчивается контракт, и они вряд ли согласятся на его продление. Давайте послушаем, мы обсудим. Евгению Пригожину перекрыли возможность вербовать зэков. У тех зэков, которые выжили в его абсолютно безумных наступательных операциях, которые уже сразу планируются с таким уровнем потерь, которые ни одна современная армия вообще не рассматривала как возможные. В 21 веке, в принципе, не считаются приемлемыми такие потери, но это же в 21 веке. Деятельность Вагнера в Африке прибыльна, а участие в войне в Украине черная дыра, куда валятся его деньги. Причем политические дивиденды владельца ЧВК Вагнер за участие в войне сильно сократились. А с другой стороны, Африка, где гуляй не хочу, где то, как они привыкли воевать. То есть просто, например, сжигать полностью деревни с гражданским населением, сопровождать военные операции массовыми изнасилованиями и грабежом. Евгений Дикий, военный эксперт в интервью изданию New Voice. Вот смотрите, а с другой стороны, телеграм-канал Freedom, кстати, призываю наших зрителей подписаться на него, чтобы быть в курсе главных событий. Телеграм-канал Freedom сообщает, что Пригожин заработал рекордные суммы на войне против Украины. Прибыль компаний, связанных с главой ЧВК, увеличилась от двух до шести раз. А Миноборона Российской Федерации выплатила структурам Пригожина рекордные суммы, несмотря на постоянную критику с его же стороны. И только фирмы, поставляющие еду в школы и больницы, за прошлый год заработали 4 миллиарда 400 миллионов рублей, сообщают журналисты российских СМИ. Так вот, когда там говорят, черная дыра, Украина для Пригожина или нет, я же понимаю и делаю вывод из того, что нет у Пригожина своих денег. Это все деньги так или иначе Кремля. Они же ему в первую очередь платят. И, соответственно, ему выгодно в любом случае воевать как против Украины, так, например, и колонизировать Африку. Абсолютно. Это действительно деньги Минобороны и других российских ведомств. То есть, собственно, благодарность за вот эту многочисленную внешнюю активность, начиная там с фабрики троллей и вмешательства в иностранные выборы, вот эти все колониальные авантюры на африканском континенте. Ну, а теперь главный проект это, вот, собственно, война против Украины. И благодарность за это Пригожин получает шикарный госконтракт и, собственно, зарабатывает. То есть, таким образом опосредованно государство его спонсирует. То есть, естественно, он тратит как бы на все это там, на выплаты этим своим бойцам он как бы не свои, по сути, деньги, те же кремлевские деньги, он просто перераспределяет на это, как бы сам не оставаясь при этом в накладе. И то есть, ну, это такая, да, вот, универсальная схема. Ну, то есть, собственно, он как такой персонаж политики, да, собственно, для этого придуман. Он такая фигура прикрытия, которая должна реализовывать определенную политику, там, позволять себе больше, чем может себе позволить государство, да, и в плане в том числе вот всех всех этих жестокостей, с которыми ассоциируются его боевики, да, все эти кувалды и так далее, все эти казни, пытки и прочее. Это все именно для этого, собственно, эти все структуры созданы в качестве для того, чтобы грязную политику реализовывать, ну, как бы не от имени государства. Так, конечно, государство российское в последнее время все меньше стесняется. И это еще такая заготовка из вот времен до 22-го, когда еще какие-то приличия соблюдались и какие-то попытки найти общий язык с Западом были, и поэтому нужен был такой пригожин, который якобы действует сам по себе, да, вот есть такой у нас интересный бизнесмен, да, экстравагантный, который решил, как бы, вот, стать там, колонизировать Африку и там, значит, создать военную компанию, и вот он так развлекается, у него такое хобби. Вот, ну, сейчас, как бы, смысла в таком прикрытии все меньше, но, тем не менее, все равно, наиболее какие-то жесткие вещи предпочитают реализовывать все-таки через, как бы, формально частника Пригожина, чем если бы этим занималась официальная Миноборона. Хотя, как мы видим, технологии Пригожина, они переходят в наследство государства, потому что, если изначально вот эти вербовки зэков делались именно через ЧВК Вагнер, то теперь, в последнее время, пишут о том, что теперь, в такой же практике стало прибегать зэков у Пригожина, забрали, а теперь этим занимаются, собственно, Минобороны, то есть, вот, технологии, обкатанные, да, с помощью Пригожина, потом берутся на вооружение государством. Ну, поэтому вот такой вот, собственно, персонаж, поэтому ему открыта там зеленая дорога. Ну, а то, что он там конфликтует с какими-то отдельными чиновниками или там с Министерством обороны, это как бы, ну, там уже, собственно, внутриэлитные разборки, потому что Пригожин очень амбициозный, жадный, ему кажется все время, что ему не додали, ему недостаточно отблагодарили за такую большую, за, так сказать, за риск, да, мало платят этот, компенсацию за риск и, соответственно, мало, достаточно вознаграждают его деятельность на пользу России, как он и понимает. Константин, я вам благодарен за этот анализ, в частности, все то, что касается и неоколонизаторской политики, колониалистской политики ЧВК Вагнер и Кремля на африканском континенте и за обсуждение темы присутствия Вагнера в Украине. Константин Скоркин, независимый журналист и политолог, только что был на связи со студией, ну а я напомню, что наш эфир продолжается.